Шалом, дорогие друзья! Мессианская община, возвращенная на Сион, Шавей Тион, Хайфа и студия наша, Оазис Медиа. Мы приветствуем вас и продолжаем отвечать на вопросы. Я уже в предыдущие разы говорил немного об Алие, о последних временах, ну, по крайней мере, как я вижу эти обстоятельства. И если у вас есть какие-то вопросы, возражения, неважно, комментарии пишите просто под видео. И если это ваше сообщение будет формулироваться как вопрос, то, возможно, это даст дополнительные возможности отвечать на следующие вопросы. Как бы мы открыты к этому. Приветствую вас в любом случае. И вот еще один вопрос. Попадались ли вам люди, пожалевшие о том, что приехали в Израиль и вернулись обратно? На ваш взгляд, почему такое случается? Что нужно для успешной Алии, если она нужна? И даже вот ваше личное свидетельство или рассказ, как у вас что было? Ну, во-первых, я хочу сказать, что, да, это факт, это открытая статистика, что, скажем, с 89 по 93, 4. год приехала в Израиль 1.2 миллиона евреев и членов их семей. И известно, что даже до 200 тысяч или 150 тысяч, я точно не могу вам сказать, вернулась или переехала в третье страны, или вернулась оттуда, откуда приехала. Смотрите, любые вещи всегда есть и идущие до конца, и не идущие до конца. Такое было и в ту древнюю Алию, когда еврейский народ выходил из Египта. Мы знаем, что были те, которые роптали, наверное, были те, которые просто оставили и ушли в другую сторону. Уверен, что такое было. И всегда есть люди, которые могут сомневаться и делать какие-то разные выпады и шаги. Но я вам хочу сказать такую вещь, что все равно есть большинство, кто остался. И я не хочу коим образом очернить какие-то другие страны, куда переехали те, кто ушел. Америка, Канада, и многие отлично материально устроились там. Но я знаком с значительным количеством тех Олим, которые приехали в то время, когда и я имел такую честь и привилегию со своими родителями сделать Алию. Которые приехали, прошли достаточно сложные дни, потому что тогда, 30 лет назад, это был сложный, крайне сложный процесс. В Израиле практически никто не говорил по-русски, не было никакой информационной защиты. Ну, на русском языке было сложно понять вещи. Но вот если я сейчас вижу этих людей, то большинство из них устроены, и их дети устроены, и уже внуки учатся и тоже устраиваются. Поэтому есть определенное благословение. И пусть Израиль не входит в эту десятку, двадцатку суперуспешно социально обеспеченных стран. Хотя не так плохо, слава богу, у нас здесь в Эрецисраэль, то все-таки я хочу сказать, что бокс поспешествует, помогает, поддерживает. И многие люди проходят не только интеграцию физическую, практическую, но проходят и интеграцию духовную. И немножко моего, наверное, личного опыта. Я приехал с родителями, родители эмигрировали из Белоруссии. Я в это время учился в Риге, в политехе. И все, наверное, помнят, или те, кто помнят, бывший Советский Союз, Рига была такое особенное место, цивильное, как говорят. И когда приехал сюда и столкнулся с той реальностью, которая здесь была, я помню, как проходил определенные кризисы. Кризисы жанра, можно и так сказать, из-за чарования. И тяжелая работа вместо учебы в университете или вместо пребывания в красивом месте. Тут стройка и то такое. Потому что ты со своим незнанием языка и еще не имея никаких бумаг на руках, имеется в виду образование и прочее, ничего не мог сделать. 30 лет назад Израиль был крайне недоразвитой страной, чего не могу сказать сегодня. Сегодня Израиль реально развитая страна. И даже бывая в очень уже развитых странах, типа Скандинавии, Германии и других таких подобных мест, могу сказать много положительных слов об Израиле, о тех свободах, которые у нас есть. Их значительно больше, чем у других. Но я помню те дни, которые вызывали у меня крайнее разочарование. Но это были как раз времена моих духовных поисков. И вот это желание к духовности, оно наполняло меня благословением. Есть еще одна вещь, которую я обязан поделиться. И возможно, это будет полезно для тех, кто делает первые шаги в Ирацисраэль. Вы знаете, есть такая привычка, мы переезжаем в новое место, мы еще ностальгируем Астара, мы начинаем ругать это новое место. Так вот, наверное, я вам скажу немножко такой наивный совет. Но Израиль вот этих руганий не любит, этих постоянных ропотных дел. И лучше молчать, чем просто постоянно поносить то место, в которое ты приехал, как я верю по Божьему изволению. Я вам хочу сказать, я видел многократно, когда люди вдруг понимали этот духовный стандарт. И вместо того, чтобы ругать, или молчали, или начинали, по крайней мере, благодарить Господа Бога за день сегодняшний. И потом приходили и говорили, вы не поверите, в моей жизни стали случаться чудеса. Я просто вижу, что Господь все мои неприятности предыдущие оборачивает в пользу. И там, где я не мог никоим образом прорваться, когда был ропотником и ругателем, я вдруг вижу благословение в своей жизни. Я вижу, как вдруг я стал благодарить Творца утром за то, что просто живой. И даже я еще не понимаю, где я живу. Я помню, как одна женщина все время ругалась. И я еще, будучи мальчишкой, сказал, и вы неправильно делаете. И она не была верующей. И я ей сказал, смотрите, есть какие-то силы, которые контролируют то, что вокруг нас находится. Она через пару недель встретилась, как бы мы случайно пересеклись, и она рассказала, что она рассказала о нашей беседе своему мужу, тоже неверующему человеку, светские, обычные русскоязычные, в тот момент израильтяне, уже минус 30 лет назад, может, минус 28 лет назад. И они сказали, мы сказали, больше мы ругаться не будем. И она говорит, вдруг мужу предлагают нормальную работу, вдруг соседи решают поменять свою мебель, и нам просто заставили всю квартиру. Той мебелью, которая нам была просто необходима, у нас не было денег, это позволит себе. Вдруг дочку определили в правильную школу, вдруг, вдруг, вдруг. Это все не вдруг, это работает. Я уверен, что он работает не только в Израиле, но в Израиле в частности это работает крайне четко. И писания многократно говорят об этом. Наверное, поэтому в Торе, в Пятикнижии, многократно подчеркиваются и описываются в крайних подробностях моменты, когда народ Израиля роптал. И это доводится до сегодняшнего сознания людей, изучающих Тору, что ропот – это первейшее средство, если ты хочешь испортить свою последующую жизнь. И лучше не роптать, лучше благодарить. Ну вот, наверное, вот такой коротенький экскурс. Нужно ли ехать и сложно ли? Да, сложно. Нужно ли? Нужно. Писания поспешистуют, помогают этому. И я прошу также тех людей, которые вдруг случайно услышат эти слова об Алие, и вы неверующий человек, а вы все-таки прикройте свои глаза и скажите, Небесный Отец, прошу тебя, укажи мне. Ну, по крайней мере, хуже от такой молитвы не будет. И даст Бог, вы себя обретете в стабильности в Эрес-Исраэль. Всего хорошего вам, благословений в Ешуа-Мессии. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok